Отсутствие и долгие ожидания на остановках общественного транспорта, размытые дороги в новых микрорайонах города. Коммунальные проблемы стали главными на очередном приёме граждан по личным вопросам в зале городской администрации, которую ввели заместители главы администрации, курирующие вопросы коммунального хозяйства, транспортного отдела и поземельным обращениям. Первым было заслушано коллективное обращение жителей посёлка Северный, проживающих по улице 40 лет октября. Первый вопрос – это то, что нас сегодня принудило. Приехать сюда, к вам обратиться с нашими проблемами – это первая очередная задача – это нашу дорогу. У нас в посёлке очень плохим состояние дороги. Не то, что проехать, ходить невозможно. Наши дети в школу доходят, а поезд грязи. Не заезжают медицинская скорая служба туда, потому что нету дорог, невозможно заехать. Продолжая говорить о проблемах, с которыми сталкиваются жители посёлка, присутствующие рассказали о ситуации с утечкой питьевой воды по проезду 17, которую не удаётся устранить уже достаточно длительное время, что создаёт ряд неудобств горожанам и является причиной нехватки и отсутствия воды на прилегающих улицах. По данному вопросу сотрудникам Горводоканала было дано поручение выехать на место и устранить утечку в ближайшее время. Что касается намеченных планов на текущий год по ремонту дорог на данном участке, информацию предоставил начальник управления коммунального хозяйства Арслан Али Мустафаев. На Туле есть гравийная работа. Выезжали, готовы за алмазом вот это, там гравийная работа, дороги будут делаться. Там есть ещё одна улица, которая обращается, там тоже гравийная работа. В апрель-май месяц мы там начнем гравийную работу делать. Далее был заслушан вопрос от жителей многоквартирного дома по улице Датуева с просьбой оказать содействие в ремонте лифта и крыши, на что Игорь Распудько дал разъяснение по поводу порядка решения проблемы, так как обслуживание мест общего пользования и коммунальных сетей в многоквартирных домах находится в ведении исключительно собственников жилья, для чего необходимо создание товарищества собственников жилья, либо заключение договора с управляющей компанией. С предложением принять меры по устранению проблем с участившими случаями затопления подвальных помещений по улице Окружная было выслушано коллективное обращение от горожан, проживающих по данному адресу. По словам начальника управления коммунального хозяйства, для окончательного решения вопроса по ликвидации причин потопления улицы Окружной была обследована прилегающая территория для определения необходимых работ по устройству сборного канала вдоль федеральной трассы, благодаря чему подобные случаи потопа не должны повториться. Сарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс». Продолжение следует...